Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Нагорна. В этом видео я вам хочу показать, как в такой доступной программе PowerPoint, которая есть на каждом компьютере, создать календарь. Календарь может быть новогодний, может быть семейный, какой угодно. Вот смотрите, такой файл я скачала. И давайте по порядку. Заходим в меню «Пуск», «Все программы», ищем «Стандартные». Ну, немножко долго не искать. Пишу Microsoft PowerPoint. Нажимаем. И смотрите. Добавим слайд, выберем макет слайда. Макет пустой. Чтобы нам создать календарь, заходим в файл. Создать. И здесь ищем календарь. Если календаря здесь нет, напишем, вбиваем календарь и нажимаем на стрелочку. Скажу честно, на моем компьютере календаря нет. Я скачала такой шаблон в интернете и с вами им повелюсь. Итак, я эту программу закрываю. Закрываю. Не сохраню. И перехожу уже в готовый наш макет. Здесь при скачивании у вас будет уже написано календарь. Нажимаем левой кнопкой мыши. Выделяем и проставляем то, что вам нужно. Здесь вы можете изменить шрифт. Любой, какой вам понравится. Я этого делать не буду. Можете, зажав левой кнопкой мыши, передвинуть, куда вам это будет удобно. Я же оставлю в этом краю. И смотрим дальше. Здесь уже я все изменила. На сегодняшний день 2019 год. Вот так же выделяем наш календарь. Здесь мы можем перезвинуть слева, посередине, справа и выделяем наш текст. Текст у нас белый. Я его в нашем календаре. Суббота и воскресенье у нас красный. И вот это вот мы выделяем. Находим. Выделяем и делаем красный. Шрифт мы также можем поменять, выделив полностью наши таблички. И я поставила 11. Кому-то может быть больше, кому-то меньше. Можно здесь нажать, можно вот так, можно здесь увеличить или уменьшить. Итак, картинки у нас добавлены в виде фона. Вот эти все картиночки я добавила. И теперь смотрите, чтобы изменить вот этот последний слайд я оставила, нажимаем на картинку, нажимаем на дизайн, стиль фона, формат фона. И здесь заливка сплошная, градиентная и рисунок или текстура. Здесь в чип-боксе должна быть точечка. Нажимаем файл и выбираем ту картинку, которую мы хотим загрузить. Ставить, закрыть. Вот такая картиночка у нас загрузилась. Если вам что-то не понравилось, вы снова нажимаете в дизайн, стиль фона, формат фона, файл. И выбираете какую-либо другую картинку. Ну, к примеру, вот такую картинку. Закрыть. И смотрим, как же отредактировать наш шаблон с табличкой. Мы его передвигаем. Я немножко его расширяю. Увеличиваем. Выделяю текст. И ставлю его с правой стороны. Здесь я ставлю, как и во всех остальных, 19. Теперь выделяем числа и проставляю. Увеличиваю до 11. И вот эти числа тоже увеличиваю до 11. И смотрим. Декабрь начинается с воскресенья, первое число. И чтобы удалить вот эти цифры, выделяем. На клавиатуре «Delete» нажимаем. Здесь удобно работать с стрелочками на клавиатуре. Передвигаем «Delete». Передвигаем следующую ячейку «Delete». Снова передвигаем «Delete». И следующее у нас «Delete». Ставим первое. Дальше идем. Передвигаем стрелочками. Второе. Третье. Стрелочкой. Дальше идем. Четвертое. Делит. Два раза нажимаем. Пятое. Стрелочкой «Delete». Шестое. Седьмое. Восьмое. Девятое. Девятое. Десятое. Десятое. И так далее. Итак, у нас в декабре 31 день. Мои тексты изменились. И также мы можем с помощью такой картинки создать поздравления, если у ваших друзей, у родственников день рождения, допустим, вы можете выбрать число, увеличить, изменить цвет. Вот так легко просто создается календарь или поздравление на таком календаре. А также вы можете его распечатать и подарить вашим родственникам или друзьям. Понравилось видео? Ставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал. Всего доброго. До новых встреч в следующем видео.